Всем привет, меня зовут Стёпа, и в этом году я поступил в УТУ имени Щепкина в мастерскую Глеба Валерьевича Подгородинского. Немного расскажу о себе. Мне 18 лет, я из города Санкт-Петербург, и сразу после школы первый год я поступаю в театральный институт. Мое поступление началось 30 марта. Я как раз ехал в Щепку, но не к Подгородинскому, а к Соломину. В тот день я действительно без преувеличения влюбился в Щепку, и потом ездя в другие вузы, я понимал, что Щепка мне нравится больше всего, и я там хочу учиться. Но, к сожалению, у Соломина я слетел с конкурса. И как раз когда я слетел с конкурса у Соломина, я подумал, что не надо опускать руки, и надо только дерзать, надо показывать свой характер. И записался на отборочные консультации в мастерскую Глеба Валерьевича Подгородинского. Отборочные консультации у меня были 1 июня. Это довольно-таки поздно. Это была предпоследняя консультация. На консультации сидел Коплунов. Он нас слушал. Было мало человек, поскольку это были последние дни. Коплунов нас слушал, внимательно слушал, вслушивался в то, что я рассказываю. Очень внимательно вникал во все строчки, просил меня разное читать. И стихотворения, и басни, и прозы. Прекрасно слушали. Дальше попросили спеть, и нигде меня не просили танцевать, но тут меня попросили поимпровизировать. Я потанцевал, ну и получил на самом деле кайф. Просто получил кайф. Потом меня отправили на первый тур. И первый тур у меня был через 15 минут. На первом туре уже сидел Глеб Валерьевич и все остальные педагоги. Опять же, было мало человек. Наверное, человек 7 всего, которых отобрали на первый тур. Там из 20 изначально пришедших нас послушали, давали разные задания. Например, мы вставали посередине аудитории, рассказывали, что хотим. Потом нас просили взять стул, сесть близко к мастерам. И спросили, а что вы можете прочитать в этой мизансцене? Я читал монолог из Пушкина «Первое время чумы». Вот монолог, который открывает пьесу. После этого нас просили отойти в самый край сцены, в самый край аудитории. И спросили, а что вы можете прочитать в этой мизансцене? И там я уже читал стихотворение Лермонтова. Очень такое объемное, широкое. И, видимо, я понравился мастерам, потому что, когда нас всех послушали, уже начали оглашать результаты, сказали, что я прохожу сразу на третий тур, без второго. Кого-то отправили на второй, кого-то, как же вот, меня с еще одним мальчиком кинули сразу на третий. Третий тур, шестое число. Седьмого уже начинался конкурс. Третий тур, шестое число. На третий тур я прихожу очень сосредоточенно, потому что на тот момент у меня оставалось из перечня вузов, в которые я поступаю, только щепка. Я очень переживал, что я что-то сделаю не так, и что-то пойдет не по плану. Но все получилось. На третьем туре я прихожу. Помимо всех педагогов, сидела еще Анна Олеговна Гарнова, которая не сидела у меня на втором. Я очень переживал, понравлюсь ли я ей. Нас уже слушали не в аудитории, а на малой сцене. Мы также все зашли семерками и слушали отдельно девочек, отдельно мальчиков. У нас была, получается, семерка парней. После этого я выхожу, и они говорят, прочитай то, что мы не слышали. А у меня в репертуаре достаточно много, там, допустим, где-то, наверное, пять стихотворений в районе трех прос и басни две. Я говорю, да, давайте прочитаем, что как бы вы еще не слышали. Начинаю читать и понимаю, что я, к сожалению, забыл первую строчку. Я тогда переживал. И мастера попытались меня успокоить. И говорят, что, ну, бывает, забыл. Начни со второй. И я тогда читал лирическое стихотворение Пастернака «Любительных тяжелых крест». Я забыл первую строчку. И Глеб Валерьевич мне такой, ну, с кем не бывает, начни со второй. Я начал читать со второй. И уже как бы влился в стихотворение, уже рассказал, как надо. После этого передо мной мальчик читал прозу, такую же, как и я, Хармс, сборника «Случаи жизни». Вот какие большие огурцы теперь придут в магазинах. И я подумал, я ни у кого этого не слышал. Ну, а мне придется сейчас то же самое рассказывать. Я прихожу, сажусь, говорю, ну, у меня есть точно такой же Хармс, который читал вот мальчик. Они такие, конечно, давай читай, интересно в твоей интерпретации послушать. Я прочитал, они такие, ну, по-другому, да, как бы, ну, хорошо. После этого меня попросили рассказать стихотворение, которое я забыл. И, в общем, третий тур получился довольно-таки скомканный и непонятный. И я думаю, что на третьем туре можно было лучше выступить. Но при этом на третьем туре у нас еще сидел аккомпаниатор, который на фортепиано. Девушка аккомпаниировала и давала разные мелодии, под которые надо было двигаться, надо было существовать в этой музыке. Ну, и всем она играла, мы все работали, мы все двигались, как-то существовали. И вот я довольно-таки хорошо вот это исполнил, потому что я влился в музыку, я расслабился и просто получал кайф. Ну, после того, как третий тур закончился, мы долго ждали результатов. И что, и огласили результаты, и я попал на конкурс. На конкурсе. Конкурс у нас длился, получается, 4 дня. 4 дня. Первый день была пластика. Первый день пластика. Нас попросили прийти в спортивной одежде. И первый день пластика. Был экзамен как и по пластике, и также отдельный экзамен по танцу. Что мы узнали в этот же день, когда пришли. Такие, а, у нас еще и второй экзамен будет. Ну, ладно. Пластика. Нас поделили по группам. Тут там уже смешано мальчики-девочки. Мы зашли. Встали в шеренгу. Нас попросили делать разные задания. Встать ровно, повернуться в профиль. Поднять руки. На координацию нас проверяли. Нам кидали мячик. Мы его должны были поймать. После этого нас попросили показать свою растяжку. Нас довольно-таки быстро послушали. Минут 10 нас всего как бы всех слушали. На всех смотрели. И после этого мы вышли и сказали, что сейчас всех остальных посмотрят. И начнется экзамен по танцу. После этого, когда всех послушали, начался экзамен по танцу. Мы зашли девятером. Было 4 девочки и 5 мальчиков. Нас всех перемешали. И сказали, что четверо человек идут на сцену. 5 ждут. Там было вроде 3 мальчика и 1 девочка. И им сказали, что сейчас будет играть музыка. И попробуйте существовать в этой музыке. Как вы чувствуете ее? Им включили классическую музыку. Что-то типа вальса. И они существовали. Они как бы закрыли глаза. Они танцевали. Один мальчик пригласил девочку именно потанцевать вместе парой. Это было очень так вот интересно. После этого им включили рок-н-ролл. Прям такой очень драйвовый. И вот они тоже как бы сразу резко поменялись. И вот просто начали вот уже в других совершенно обстоятельствах. Уже в другой музыке существовать. После этого им сказали отдыхать. И вызвали нас на сцену. Первую мелодию, которую нам включили, это была как раз вот эта же мелодия классической музыки. Мы опять существовали. Мы танцевали. Все было просто прекрасно. А после этого мы думали, что нам включат тот же самый рок-н-ролл. Но нет. Нам включили какую-то музыку с басами. Такую очень ритмичную. Такую дискотечную. И тогда просто я закрыл глаза. И мое тело начало творить просто что-то невообразимое. Я начал двигаться. У меня начали ноги очень как-то резко все... Ну, я просто влился в музыку. Я чувствовал. Я прям проживал. И я был одним целым с музыкой. И мне так это понравилось, что ребята, которые стояли, нас ждали. Они хлопали. Кто-то смеялся. Один из педагогов вроде достал телефон. Начал нас снимать на телефон. Все как бы смеялись. Все было весело. И это не выглядело как экзамен. А выглядело как, ну, что-то очень такое приятное. Ну, после этого, как мы потанцевали, сказали, все хорошо, спасибо. Ждите результатов. Мы, пластики, долго ждали результатов. Опять же, всех сначала прослушали. Потом очень долго принимали решение. Пока мы ждали, как принимают решение, ребята достали откуда-то теннисные мячики. Зашли в дворик щепки. Начали бросать. Потом я к ним подключился. Потом Глеб Валерьевич высунулся из окна. Начал над нами смеяться. Мы ему предложили поиграть с нами. Он сказал, ну, извините, ребят, у меня работа. Я тут как бы работаю. Это все очень было смешно. Ну, мы долго ждали результатов. Потом вышла Елена Андреевна с результатами. И сказала, что кто прошел, кто не прошел. Я, к счастью, прошел на коллоквиум. Я прошел на следующий день конкурса. Коллоквиум. На коллоквиум нас прошло 64 человека. А изначально было 105. Если я не ошибаюсь, вроде 105. Да, 105. А на коллоквиум прошло 64 человека. С пластики, потому что сливают много, на самом деле, народу. С коллоквиумом не так много. И уже на финальной читке оглашают конечные результаты. С коллоквиумом, коллоквиумом, коллоквиумом я захожу туда. Я был четвертый из 64. Это еще было утро. Все заспанные. Все сидят с кофе. Я захожу туда. Помимо педагогов сидели еще какие-то преподаватели, которых я вижу в первый раз. Сажусь. Я говорю, здравствуйте. Меня зовут Степан. Я из Санкт-Петербурга. Они говорят, а что вы в Питере не поступаете? Я говорю, я поступаю в Санкт-Петербург. Они такие, хорошо. Что вы можете... Какая поэзия вам нравится? Я начинаю им рассказывать про свою любимую поэзию. Начинаю рассказывать про фета. Они такие, а зарубежная? Я такой, ну зарубежная. Конечно же, Вильям Шекспир. Начинаю рассказывать про Шекспира. Они такие, хорошо. А была книга, которая вас тронула. Я начинаю рассказывать про эту книгу. Я уже как бы все начинаю рассказывать. Они такие, а вот тут есть такая вопросик. женские образы в русской литературе 19 века. Что вы можете про это рассказать? Я начинаю рассказывать. Они меня просят примеры. И вот тут я посыпался. Я забыл примеры. Я немножко сковался и сказал, что, извините, я, видимо, от волнения забыл. Они сказали, ну, ничего страшного, можете идти. Колоквиум у всех по-разному проходит. Кого-то слушают 5 минут, а кого-то 15. Поэтому кому как повезет и как захотят с вами вообще поговорить. И получилось так, что с колоквиума никого не слили. На финальную читку прошло 64 человека. После этого мы на следующий день пришли на репетицию финальной читки. Нас попросили притащить с собой несколько вариаций костюмов, чтобы педагоги могли выбрать. В итоге мы принесли. Сначала слушали девочек, потом мальчиков. Мальчикам сказали просто попозже приходить. Мы пришли попозже, когда девочек уже отслушали. Нас всех позвали на сцену, где сидели педагоги, где сидели девочки. Нас всех выставили, всех-всех-всех по росту, девочек по росту поставили. И на всех еще раз посмотрели. Вот так очень внимательно, скрупулезно на всех посмотрели, всех вспомнили. И после этого девочек отпустили, и начали заниматься ребятами. Парней было... Там как получилось, что на курс в итоге поступило 13 девочек и 20 мальчиков, а изначально планировали 10 девочек и 20 мальчиков. И получилось, что было 40 пацанов на конкурсе, и получается 20 девочек. Так что шансы были как бы 50 на 50. Вот. В итоге нас 40 человек, ребят, выставили по росту и начали выбирать из нас семерки. Просто говорили ты-ты-ты вот сюда, в эту семерку, ты-ты-ты, в эту семерку. Видно было, что ребят выбрали разных. Я был во второй семерке. Когда пришла до нас очередь, нам сказали, как правильно одеться. Я был в черной жилетке классической, в белой рубашке, в черных брюках и в черных туфлях. Меня попросили жилетку снять, и я просто остался в белой рубашке, в черных брюках и в черных туфлях. По причасткам сказали ничего не менять. Ну и все. После этого выбирали удачную программу для нас, что как бы нравится. Мы еще раз как бы рассказали педагогам свою программу, и кому-то давали прозу, басю, басню, кому-то прозу, стихотворение, кому-то два стихотворения, кому-то стихотворение, басю. А мне единственному на этом конкурсе дали читать две прозы. Я читал фрагменты из Шинель Гоголя и как раз вот Хармса читал. все после того, как нас всех нам сказали, как выходить, нам сказали по очереди, вот как вот по такой-то, ты после этого, ты после этого, ты после этого. Ну и все, нас как бы отпустили. На следующий день был как бы самый важный день, финальная читка. К тому, к чему шли ребята очень долго, и в том числе и я. На финальной читке мы также, девочки шли впереди нас, впереди мальчиков, девочек всех отслушали. Мы подбегали к девочкам, говорили, ну что, кто там сидит, кто там сидит. Говорили, что сидели разные студенты, уже щепки, уже кто-то второкурсники, кто-то третьекурсники. Сидели сами педагоги, они очень внимательно нас всех слушали. Ну и в итоге прошла первая группа, и после нее пошли мы, наша вторая семерка. Мы зашли, поздоровались, все, начали читать. Я вышел, стояла огромная камера, которая нас снимала. Меня на самом деле это немного сбило, потому что такой, так, камера, не обращая внимания. Сидели студентки, сидели студенты, сидели педагоги. Я начинаю рассказывать, дослушали у меня до конца, кого-то прерывали. Меня дослушали до конца и сказали, все, спасибо, как бы садись. После этого еще несколько людей, я вроде был из семерки, то ли четвертым, то ли пятым. После этого, ну, ребят остальных дослушали, все, сказали, ждите. После всех-всех-всех, как всех, послушали, потому что семерок парней было пять вроде, я могу ошибаться, там где-то шестерки, где-то семерки. Пять вроде бы. И когда всех прям отслушали, все, мы ждали результатов. Мы думали, что, ну, сейчас результаты как бы 20 минут, там уж всех послушали, думаем скоро как бы, ну, максимум час. В итоге нет, мы ждали пять часов результаты, уже на улице стемнело, а это такой мандраж, начали подтягиваться ребята из других вузов, кто поступил, чтобы посмотреть на подгородинских, потому что мы были одни из последних, не одни из последних курсов, кого называли, потому что всех уже объявили. Начали подтягиваться ребята, к ребятам пришли родители, кто из Москвы. Очень как бы такая милая атмосфера, все общались, пришли друзья. И после этого мы очень долго, очень-очень долго ждали результатов. Никто не выходил специально выходить покушать, потому что вдруг сразу, никто не переодевался, потому что, а как же, если я переоденусь, как фотографироваться, вдруг красиво. Еще ребята думали, как будем кричать, вот если Глеб Валерьевич подгородинский, то как подгородинцы, подгородинские подгороды. Мы насчет этого шутили. И вышла, наконец-то, Ильяна Андреевна, мы вышли в дворик. И после этого сначала называли девочек, назвали девочек, а потом перешли к мальчикам. И меня назвали одним из самых последних. Я стоял, я понимал, что список уже подходит к концу, но я не могу не пройти, я не могу не поступить, ну как же, я так долго к этому шел. И в итоге мою фамилию называют. И в этот момент у меня внутри как будто все сжалось и резко взорвалось. Я выбежал, я подпрыгнул очень высоко, я начал кричать. Я в тот день, помню, сорвал голос. Я начал со всеми обниматься, мы всех назвали. Мы после этого пошли сфотографировались, потом пошли, нас ждали педагоги на той же сцене, где мы читали. Дали напутственные слова, сказали как бы, как отдохнуть, что делать, как летом, чем заниматься. Дали список литературы. И после этого нас отпустили. И после того, как нас отпустили, мы выбежали вот к ребятам, к родителям, которые нас ждали, потому что их не пускали в внутренний дворик щепки. И нас начали обливать шампанским, мы начали кричать. Это было очень весело, нас снимали. Просто это были такие эмоции, которые, ну, я советую пережить каждому, потому что, ну, это незабываемые эмоции. Я, на самом деле, в тот момент был, наверное, самым счастливым человеком в мире. Я просто не верил. Я сразу же позвонил родителям. И было все так быстро, все так непонятно. И я как бы сразу не понял, что произошло. После этого старшекурсники нас повели в Эрмитаж. Мы там провели время. Все как бы хорошо. Со всеми познакомились. Из Питера у нас на курсе еще одна девочка. Оказалось, что мы жили рядом все это время. И вот, как бы, вот, да. Советы. Советы, которые я могу дать абитуриентам. В первую очередь, не слушайте других абитуриентов. Когда вы приходите, слушайте только себя. Понятно, надо прислушиваться к педагогам, если они вам что-то говорят. Но, ну, как бы, в первую очередь отталкивайтесь от того, как вы чувствуете и что вам надо сделать. Потому что, вот мой личный пример. Когда я поступал к Юрию Михайловичу Соломину в Щепку, мне на втором туре у меня были длинные волосы по плечи. И мне на втором туре сказали подстричься. Мне на втором туре сказали подстричься. И я понимал, что, ну, я не готов. Но в итоге я потом переосмыслил все. Многие были против из моего окружения. Но я все-таки подстригся и дошел до конкурса. Ну, правда, там на конкурсе уже не получилось. Ну, уже, как бы, там немножко не от меня зависело, мне кажется. Ну, и вот, как бы, что вам говорят. Надо, конечно, прислушиваться. Но, в первую очередь, отталкивайтесь от себя. Вот, да, вот, поступление меня научило этому. Второе, не бойтесь. Вообще не бойтесь. Идите как на праздник. Потому что это действительно праздник. Это действительно весело. Получайте от этого кайф. И если вы не проходите, это не вы плохие. Это не вы плохие. Это значит, что у вас просто не сложилось химии с мастером. Потому что некоторые поступают несколько лет, потому что не могут найти своего мастера. Кто-то поступает с первого года, потому что, как бы, химия сразу образуется. И если вы не поступили, то это, как бы, может быть и лучше. Потому что, если бы вы даже прошли, а это оказался не ваш человек, было бы трудно уже потом учиться. Да, вот, не бойтесь. И не ломайте себя. Не будьте кем, кем, например, вот, мастеру нравятся такие, я вот сегодня буду такой. Я оденусь как это. Я буду, как бы, строить из себя. Не надо из себя строить. Будь просто собой. Будь собой и показывай всем, какой ты крутой. И как у тебя все просто замечательно. Быть, самое главное, уверенным в себе. Считать себя просто королем бала или королевой бала. И просто доказывать и показывать, какие вы все крутые, какие замечательные. Ой, нам сейчас предстоит огромный путь учебы, в который уже хочется скорее войти. Но пока у нас лето и пока мы отдыхаем. В общем-то, как-то так. Всем спасибо. Ребята, поступайте. Всем советую. Очень круто эти эмоции пережить. И я просто счастлив. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова